МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экстренная и доступная помощь на протяжении 8 десятилетий. Отделение скорой медицинской помощи Ненецкой окружной больницы отмечает юбилей. 4 декабря 1937 года при окружной больнице был создан пост из дежурных медсестер и врача для оказания срочных медицинских услуг. Со временем пост вырос до отделения и переехал в другое помещение. Сегодня скорая медицинская помощь прочно вошла в жизнь городского человека и работает на основе современных медицинских стандартов. Давление, температура, рвота, какие-нибудь переломы, травмы какие-нибудь. Егор Канев работает в скорой помощи третий месяц, но уже может рассказать о статистике обращений. Звонков за сутки бывает до сотни по самым разным жалобам. Самые частые проблемы с сердечно-сосудистой системой, органами дыхания и пищеварения и травмы. Пока Егор помогает людям косвенно, принимает звонки и передает заявки фельдшерам. Но в будущем планирует ездить на вызовы сам. Я уже давно так решил, когда еще в Кубе жил. В Архангельске обучаться буду. А когда вышел? Когда Егор выучится на фельдшера, ему уже не удастся спокойно сидеть на рабочем месте. Как правило, дежурство выдается нелегким. Одна бригада за сутки выезжает по вызовам до 15 раз. Всего ежесуточно дежурят три бригады. Одна врачебная и две фельдшерские. Люди вызывают, любят. Люди вызывают ее и по неотложным состояниям, и по скорым состояниям. То есть, как бы, скорая медицинская помощь. Вызывают по разным поводам. Вызывают с температурами. Дети вызывают и бабушки уже в преклонном возрасте с давлением, с высокими. За 16 лет службы в скорой помощи Дмитрий Митин не помнит случаев нападения на бригады. Бывают неприятные ситуации, но чаще всего людей на белокрасных машинах очень ждут. С учетом современного оснащения автомобилей, сотрудники могут оказать помощь даже людям с экстренным обращением. Поражение током, потеря сознания, судороги, кровотечения и многое другое. В таких случаях бригада прибывает по адресу через 20 минут. В неотложных случаях – время ожидания скорой помощи до двух часов. Обращаемость довольно высокая. Коэффициент обращаемости где-то более 400 на тысячу населения. То есть, практически половина населения в течение года обращается. У нас в районе обслуживание 30 тысяч населения, но 14-14,5 тысяч вызовов в год. Это получается, каждый второй хотя бы один раз обратился в нашу службу в течение года. Накануне 80-летия в 2015 году условия работы медицинских сотрудников кардинально улучшились. Служба скорой помощи переехала в современное здание с теплым гаражом, комнатами для отдыха, столовой и душевыми кабинами. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. 3 декабря в России отмечают сравнительно молодой по меркам истории, но уже ставший неотъемлемой ее частью, День неизвестного солдата. В этот день чтят память советских и российских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестны. У обелиска победы в Наринмаре прошел памятный митинг. Стоит отметить, что дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1966 году, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. В День неизвестного солдата проводятся различные памятные мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским захоронениям и мемориалам павшим воинам. В учебных заведениях проводятся уроки мужества. В окружной столице чествовали служители эфемиды. Впервые в истории Ненецкого округа лучшие представители этой профессии были удостоены ежегодной региональной премии «Юрист года Ненецкого округа». Награда была учреждена в этом году по инициативе регионального отделения Ассоциации юристов России. Церемония вручения премии и других наград за профессиональные заслуги прошла в канун профессионального праздника юристов. В канун профессионального праздника лучшие юристы Ненецкого округа были отмечены почетными грамотами администрации НАУ, благодарственными письмами главы региона. Профессиональное почетное звание «Почетный юрист Ненецкого округа» присуждено заместителю начальника правового управления аппарата администрации НАО Оксане Сидоренко и нотариусу Николаю Кольчишкову. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с замечательным праздником Днём юриста. Напомнить всем, что мы все находимся на одной площадке. Эта площадка называется «Закон». Мы когда-то все выбрали профессию юриста. Профессию юриста – служение закон. Я от всей души поздравляю вас с замечательным праздником. Лауреатами ежегодной региональной премии юрист года Ненецкого округа стали 8 человек. При определении победителей конкурсная комиссия учитывала профессиональные заслуги и достижения. Одним из лауреатов премии юрист года Ненецкого округа в номинации «Правоохранительная деятельность» стал председателем окружного суда Евгений Мартынов. Мы вспоминаем о людях, когда они умирают. А надо, наверное, помнить тогда, когда они живут, когда они работают, они трудятся. Поэтому наши почетные юристы – это действительно заслуженные юристы. Заслуженные юристы Ненецкого округа, которых знает весь округ. Свой профессиональный праздник юристы отмечают ежегодно 3 декабря. Эта дата была выбрана не случайно. В этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день, вплоть до 1917 года, российские правоведы считали своим профессиональным праздником. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Оказать поддержку каждому талантливому ребенку и развить его способности. Педагоги и парламентарии Ненецкого округа собрались на круглый стол, чтобы подвести итоги годовой практики работы с одаренными детьми. Сегодня в регионе действует система выявления и развития таланта у детей, начиная с детского сада до уровня среднего профобразования. Именно поэтому дети из Ненецкого округа ежегодно становятся участниками и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов. Выявлять одаренных и способных детей с малых лет – эта практика прочно вошла в учреждения образования региона. Всевозможные конкурсы, олимпиады, исследовательские проекты позволяют педагогам понять, что интересно ребенку и помочь ему развиваться в этом направлении. Благодаря последовательной работе на каждой из ступеней образования одаренные дети получают возможность развить свой талант. Как результат, они становятся победителями олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Для работы со способными детьми педагоги обучаются новым формам – организации, как квест, онлайн-игры, дистанционное обучение. Мы попытаемся проанализировать, что еще можно сделать без бюджетного финансирования, то есть как целенаправленно сконцентрировать общее направление всех присутствующих по всем параметрам. Но все-таки на собрании депутатов мы должны предусмотреть, что нужно будет закладывать в бюджет уже 2019 года по этому направлению. По итогам круглого стола было решено продолжить работу по выявлению и поддержке талантливых детей, повышению квалификации педагогов и созданию необходимых и комфортных для этого условий. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Преодолели маршрут избирателя. Пять команд учащихся в городские школы, учреждения профобразования соревновались на лучшие знания избирательного права. Участникам предстояло преодолеть маршрут избирателя длиной в девять станций. Более 600 человек в Неницком округе ежегодно занимаются добровольчеством по различным направлениям. Порядка ста волонтерских организаций занимаются благотворительной и бескорыстной деятельностью на благо других людей. Их заслуги отметили на третьем окружном слете добровольцев. Он состоялся в Наринмаре. В рамках слета традиционно подвели итоги года и наметили основные векторы развития добровольческого движения в регионе в 2018 году. Как отмечают организаторы, главные задачи таких слетов – пропаганда идей волонтерства, налаживание механизмов взаимодействия окружных активистов друг с другом, а также возможность поделиться практическими наработками. На третьем окружном слете добровольцев представили вновь образованный региональный центр содействия развитию добровольчества в Неницком округе «Ласточка», идея создания которого родилась в прошлом году. Центр призван аккумулировать опыт добровольческой деятельности, оказывать профессиональную помощь жителям НАУ, получать поддержку как на региональном, так и всероссийском уровне. Сегодня мы принимаем заявки на вступление в ряды наших членов. У вас есть возможность стать первым волонтером нашего центра, внести свой вклад в историю нашего центра. Особое внимание центра направлено на систему подготовки добровольцев по векторам, требующим специализированных навыков, в частности медицинскому, социальному волонтерству и волонтерству в чрезвычайных ситуациях. Стоит отметить, что в этом году президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня добровольца. Уже начиная с этого года День добровольца будет отмечаться в нашей стране ежегодно 5 декабря. Как проводятся выборы в нашей стране, какие бюллетени и почему считаются недействительными? Старшеклассники городской школы, студенты учебных заведений округа проверили свои знания в области избирательного права. Минувшую субботу на базе социально-гуманитарного колледжа для них впервые провели квесты-группы под названием «Маршрут избирателя». За испытаниями наблюдала наша съемочная группа. Губернатор-депутат, настоящий кандидат. Референдум мы проводим. Бюллетень мы заполняем и сразу в урну мы кидаем. Голосуем, наблюдаем, конституцию читаем. Для того, чтобы выполнить задание квеста, требуется сообразительность, творческие способности и, конечно, хорошая теоретическая подготовка. Для тех ребят, которые увлекаются избирательным законодательством, общественным знанием, то для них это достаточно просто. Для тех, кто этому не уделяет внимания, то есть ошибки. Все задания квеста распределены по девяти станциям. Проходить испытания нужно быстро и без ошибок. В какой день проходят плановые выборы любого уровня? Сентября. Второе воскресенье сентября. Молодцы. А это как раз тот случай, когда знание теории помогает на практике. За считанные секунды определить, какой бюллетень считается действительным, под силу только настоящим профессионалам. Здесь должна быть две подписи, здесь одна. А здесь нет. Здесь нет. В этом году квест проводится впервые, но организаторы отметили хорошую теоретическую подготовку участников. Мы даже с удивлением, с ответственными на станциях смотрели, как быстро они справляются. То есть у них очень хороший, прочный такой запас знаний. Это вот благодаря учителям, их преподавателям. Ну а то, что они сегодня подчеркнут, я надеюсь, конечно, им пригодится. Может быть, кто-то из них будет работать у нас на избирательном участке, может быть, кто-то пойдет кандидатам в главы, в мэры, в депутаты. В сегодняшнем квесте принимали участие пять команд. Быстрее всех испытания прошли участницы команды четвертой школы. Они же набрали наибольшее количество баллов. У нас просто наша учительница, Естинкова Елена Николаевна, она нас готовит очень хорошо, и благодаря ей, мне кажется, вот так получилось. Мы на все отвечали очень быстро, и все удивлялись, почему мы так быстро. Потому что все стены очень долго думали. И у нас везде по максимуму баллов. Ну не везде, конечно. Почти, кроме стихотворения. Награждение команды победителя состоится в этот четверг, 7 декабря. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И в завершение выпуска новости спорта. В поселке Красное прошел ежегодный открытый чемпионат Ненецкого округа по боксу. Помимо хозяев состязаний, за победу боролись спортсмены из Наринмара, а также приглашенные гости соревнований. Зрители имели возможность наблюдать 13 поединков. Как всегда, бои получились захватывающими. За ходом баталий следил и наш коллега Иван Кутейников. Традиционный турнир проводится в поселке Красное уже в шестой раз подряд. В соревнованиях участвуют три команды – хозяева ринга, сборная Наринмара, а также гости состязаний – спортсмены из Архангельской области. Это не просто очередные календарные соревнования, это, можно сказать, итоговый турнир за 2017-й. Спортсмены, особенно начинающие, стремятся показать все то, чему они научились за отчетный год. И хотя поединки носят товарищеский характер, победить здесь желает абсолютно каждый. Первыми на ринг выходят самые маленькие участники соревнований. Ребята очень хотят выступить достойно. Так как они еще только начинают заниматься боксом, им сильно не хватает тактической выучки. Нередко кто-то из оппонентов оказывается на полу не в результате хорошего удара, а просто теряя равновесие. Но все свои огрехи спортсмены стараются компенсировать желанием и самоодачей. У ребят постарше бои более бескомпромиссные и зрелищные. Здесь простыми ушибами уже не отделаешься. Но даже разбитый нос спортсменам не помеха. Они продолжают сражаться, несмотря на кровь. Однако в некоторых случаях судям все же приходится досрочно останавливать поединок. Роль тренера для спортсменов трудно переоценить. Именно они развивают технический арсенал своих воспитанников, а самое главное, помогают психологически настроиться на бой. И на протяжении всего поединка что-то подсказывают и советуют боксерам. Ушел, ушел. Здорово, вот так. Николай Черняев – тренер сборной Архангельской области. На турнире выступает 8 его воспитанников. Признается, ребята должны показать все, на что способны. Ведь совсем скоро им предстоит выступать на еще одних уже домашних соревнованиях. Просто у нас приедем и с 8 по 10 будет там по юниорам область Северодвинская. На североморцев турнире, да. И это самое как бы, и заодно и они там будут вообще-то готовимся. Еще пока нет. Последний вопросик. Уже кто-то у вас выступал, довольно выступление. Нормально, нормально. Все нормально. Бои между спортсменами из Архангельской области и Ненецкого округа всегда отличаются принципиальностью. Между собой они встречаются часто на различных соревнованиях. Друг к другу боксеры относятся с уважением, а победить такого противника вдвойне приятно. Бой мне понравился. Соперник так, ну сильный такой соперник. Ну, я старался и ничего такого против не думаю. В общем, нормальный бой получился. Очень сложный. Победа, ну, не сложная, это зналось. Да. Можно так сказать. Вообще на такой турнир каждый год приезжают сильные команды из соседних регионов. И это очень здорово как для престижа соревнований, так и для самих участников, которые в условиях дружеской, но острой конкуренции будут только прогрессировать. Они регулярно у нас команды здесь были с Коми республики, с Архангельской области были команды, с Белоруссии здесь ребята приезжали. Поэтому это дополнительный придает накал турниру. Болельщики могут увидеть различные школы бокса, различную подготовку спортсменов. Поэтому это поднимает зрелищность. А вместе с тем ребята хотят заниматься, идут в секторе в поселке Красном городе, на Ринмаре. Такого же мнения придерживается и Игорь Ружников, уроженец верхней пёши, прославленный боксер, чемпион СССР, Европы, Мира и ряда других статусных соревнований. В его послужном списке есть даже победный бой против легендарного Роя Джонса в 1986 году, который тогда только начинал свой путь к вершине боксерского Олимпа. Уровень участников повышается, количество ребят нужно занимающихся. Ну хорошо, вот приезжают ещё с Новодвинского, приехали с Архангельска. Ребятам надо всё равно развиваться, больше боёв с другими регионами провалить, чтобы разные школы бокса. От этого будет их техника, совсем меняться другая. По итогам турнира хозяева ринга одержали 4 победы. Боксёры из Наринмара 6, а гости из Архангельской области были лучшими в трёх поединках. Чемпионов и призёров соревнований наградили грамотами и медалями. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. Вы смотрели обзор основных событий этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...